Всем привет! Меня зовут Мохамбет. Я являюсь выпускником Казахского национально-педагогического университета имени Абая. Специальность моя — два иностранных языка — английский и китайский язык. Почему я выбрал китайский язык? Когда я поступал именно в этот университет, мне очень нравился китайский язык. Дело в том, что я хотел преодолеть что-то очень сложное, и китайский язык был именно тем, что я хотел. И как раз таки во втором курсе, когда я уже начал изучать китайский язык и были кое-какие уже познания, мне предложили с университета на год пройти обучение именно в Китае, пройти языковые курсы. Тогда у меня, конечно, чизкея не было, и мне обязательно надо было сдать третий уровень. Во втором курсе мне предложили пройти обучение один год именно в Китае, то есть пройти языковые курсы. Тогда нужно было сдать третий чизкей. Тогда одна моя подруга предложила созвониться с чайницкий и пройти обучение китайского языка для того, чтобы получить третий чизкей. В этот же день я позвонил чайницкий и созвонился с ними, узнал всю информацию, которая нужна была мне. И на завтрашний день я уже сидел перед учителем, и изучал китайский язык уже более углубленным. Летом, через три месяца я уже получил третий уровень и поехал в Китай. Проучился там один год и получил четвертый уровень. Проучившись три месяца в чайницкий язык, я сдал третий уровень и поехал в Китай на один год. Там, проучившись один год, мой китайский очень сильно продвинулся, так как там уже была языковая среда, и за год я уже очень хорошо говорил на китайском языке и сдал четвертый уровень. В Китае мы жили в специальных общежитиях именно для студентов-иностранцев. Там было очень безопасно. Дело в том, что для того, чтобы зайти именно в корпус университета, для студента необходимо иметь при себе студенческий билет. Его вам выдадут в университете. А вот на улице, когда вы уходите, да, конечно, в первые месяцы или первые дни будет очень страшно, потому что абсолютно никто не знаком и это немножко пугает. Но на самом деле вы там можете быть с друзьями или за вами обязательно будет подкреплен какой-нибудь учитель или студент. Дорожный трафик там очень большой, но все следуют закону, то есть никто не будет переступать через пешеходные полосы или проезжать через красный светофор. Как только я приехал из Китая, у меня уже была четкая цель сдать пятый чизкей и поступить на магистратуру в Китае именно. Проучиться 2-3 года желательно. Для того, чтобы поступить именно в Китае, в магистратуру или в бакалавриат, во-первых, необходимо очень много учиться. Это зубрить очень много иероглифов, по тысяче, по две тысячи иероглифов. Что еще? Нужно заранее собрать документы, все необходимые. Это рекомендательное письмо от профессоров университета или от хороших учителей. Если есть возможность, то получить рекомендательное письмо от профессоров с китайских университетов. А также необходимы высокие баллы со школы, если бакалавриат, или высокие баллы с университетов, если вы уже поступаете на магистратуру. Если вы поступили на платную основу, в магистратуру или бакалавриат, то вы можете подать сразу же в Китай, проучиться там полгода, либо один год и участвовать активно в студенческой жизни. И в китайских университетах очень хорошо ценят активных студентов и, возможно, вам могут выдать грант от университета. Самое главное, конечно же, это ваш уровень китайского языка, то есть обязательно получить пятый чизкей. Это как минимум 2,5 тысячи иероглифов, вы должны знать, и очень хорошо разговаривать на китайском языке. Обычно на еду у нас в месяц уходило 1000-1200 юаней. Это около 50 или 60 тысяч тенге. Ну, обычно мы парни, конечно, ели сами, только в столовой или в кафе, то есть сами совсем не готовили. Например, у нас в университете было 6 столовых, два из них с европейской кухни, а один мусульманская еда была. Там будет написано чинжин, то есть халяльная еда. А если будут девочки, они, конечно, могут сами готовить, и это намного дешевле обойдется. Кстати, как только мы приехали, мы тогда не знали еще, какая столовая относится к какой кухне, западной или европейской, или китайской. Зашли в одну столовую и заказали одно блюдо. Ну, по виду просто заказали, и все. Начали есть, и тогда были маленькие горошки, и мы назвали их бомбочками. Дело в том, что как только ты съешь их, они внутри рта, они взрываются. Мы съели очень много, и три недели или две недели мы абсолютно не чувствовали вкуса еды. Не только вкуса еды, вкуса воды тоже не чувствовали. Будьте осторожны. Китайцы сами по себе очень доброжелательны. Один раз, когда мы гуляли по городу, заблудились. Мы только знали название университета и остановили такси. Мы тогда еще не особо так хорошо говорили на китайском, и остановили такси, и на своем ломаном китайском объяснили китайцу. Тогда он сразу же с удовольствием нас взял, мы сидели, и он сразу понял, что мы иностранцы. Ну, по внешнему виду, конечно же. Но он сразу же начал нас задавливать вопросами, спрашивал разные, и мы по мере сил, конечно, отвечали. А еще в конце он не взял с нас денег, это было очень круто. В университете мы часто знакомились с китайцами, они сами, в принципе, к нам подходили, как только видели, что мы иностранцы. И самая лучшая фишка – это найти китайцев, которые учат именно русский язык. С ними можно очень быстро найти общий язык и дальше стать друзьями, и развивать свой китайский язык. За все время пребывания в Китае я сам ни разу не ощутил какого-нибудь негатива со стороны китайцев или другой национальности. Я очень рад, что поступил в Китай и проучился там, и развил свой китайский язык. Это очень мне помогло, когда я работал на выставке. Я был тогда переводчиком китайского языка. А также я рад, что там познакомился с очень многими людьми с разных стран мира. Например, когда я заказывал товар с Алибаба, мне пришлось платить, и нужно было проверить товар. Тогда я позвонил со своему другу в Китае, и он вместо меня проверил товар. То есть я получил уже в Казахстане небракованный, очень качественный товар. Проучившись в Китае, во-первых, ты уже становишься самостоятельным, то есть там уже нет родителей – ни мамы, ни папы, ни брата, ни сестры, которые могут помочь, направить, и все дела ты уже стараешься делать сам. А также, конечно же, мой китайский, опять же, развился очень сильно. Китайский Зет всегда с нами связывался, спрашивал наши дела, и иногда даже отправлял наши оценки нашим родителям. Но я уверен, конечно, что если бы была какая-нибудь форс-мажорная ситуация, они бы обязательно нам помогли. Когда вы будете учиться в Китае, вы там столкнетесь с одной проблемой, но наоборот это не проблема, а преимущество. Это социальные сети или мессенджеры, можно сказать. То есть здесь мы в Казахстане пользуемся WhatsApp, либо Instagram, или еще другими приложениями. А там вы будете пользоваться только WeChat. То есть это одна программа, где все в одном. То есть 4 в одном, 5 в одном. Вы будете также общаться с друзьями, мессенджером, типа WhatsApp, в том же WeChat, делиться фотографиями, видео или разные видео, отправлять друзьям в том же WeChat. А также есть уникальное преимущество WeChat над WeChat. Там можно будет привязать карточку WeChat и оплачивать телефоном везде, где вы будете ходить. Развлекаться, кино смотреть или, например, книгу купить, водичку купить, например, в магазине. Везде можно будет оплачивать просто телефоном. То есть не нужно будет таскать с собой деньги или карточки разные. Очень удобное приложение. Отбой обычно в общежитии в 11 часов по китайскому времени. То есть у нас в Казахстане это 9. Когда я учился в Китае, то есть за весь период обучения я так и не смог, к сожалению, адаптироваться к китайскому времени и всегда засыпал по казахстанскому времени. То есть для меня 9, либо 9.30 это было слишком рано. Но коротал я время вечернее, учился новым словам, то есть учил, заучивал иероглифы или читал, или ходил к друзьям. У нас в университете была такая привычка у студентов. Можно даже сказать культура. Они вечером после вечерних уроков собирались на стадионе. И на большом музыкальном аппарате включали музыку и там танцевали. Большая толпа, примерно 500-600 человек. И нам это очень нравилось. И как-то мы с друзьями решили скинуться и купить тоже музыкальный аппарат. И ставить уже наши песни. Российские, казахстанские. Ну особенно мы ставили песни Хазлгурек и Хайрата Натаса. И мешали студентам-китайцам. Но потом почему-то им наша музыка тоже понравилась. Или может то, как мы сами танцевали. И они выключили свою музыку и слушали нашу песню. И танцевали. Потом мы уже ставили их песни. И после нашей. То есть по очереди. И танцевали под их песню. И после под нашу музыку. Кстати, мы еще вечером смотрели фильмы. Так как в любых общежитиях там будет Wi-Fi бесплатный. И вы можете абсолютно везде, в любых комнатах, можете пользоваться Wi-Fi через ноутбук или через телефоны. Ребята, если вы хотите получить качественное образование, общаться с студентами со всего мира. И если хотите, чтобы ваша студенческая жизнь была наполнена яркими эмоциями. То выбирайте китайские университеты, учите китайский язык и поезжайте в Китай. И помните, что в Чайницкий Зет вам в этом помогут. Это возможно, это доступно и это очень классно.